Днем корреспонденты новостной службы нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами, а главных из них и не только в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Павел Танин и вот о чем поговорим сегодня. Недальний Восток в столице страны завершаются дни макрорегиона. Одновременно с этим в Москве проходят дни Якутии. Программа дни традиционно обширна, но самое главное – участие делегации региона в заседаниях Совета Федерации и возможность поговорить о перспективах и проблемах региона на разных площадках. Жизнь на Гектаре почти год прошел с момента запуска основного этапа программы выдачи земли в регионах Дальнего Востока, где участки наиболее востребованы, почему в Якутии они пользуются популярностью в основном у местного населения и как якутияне используют полученные земли. Безопасность в пути. После крупного ДТП на трассе Колыма в Якутии начались массовые проверки межрайонных такси. Как реагируют на них лицензированные перевозчики, кто пытался организовать забастовку таксистов. Доступное предпринимательство Центр занятости населения Якутска помогает людям с инвалидностью организовать свой бизнес среди востребованных направлений – оказание услуг и прикладное творчество. Вкусный и проверенный продукт. В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор продолжает проверять качество продуктов, востребованных на новогодних столах, как правильно выбрать овощи и фрукты, и куда обращаться при неудачной покупке. Состоявшаяся на этой неделе большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина собрала рекордное количество журналистов. Несмотря на обилие вопросов по региональной, местной и даже сугубо локальной тематике, президент смог обозначить ключевые константы своей будущей избирательной кампании. В частности, экономический блок ответов на вопросы, очевидно, вписан в будущую электоральную повестку. Президент отметил, что экономика страны растет и идет ее оздоровление. Наше развитие стало больше и больше опираться на внутренний спрос, что чрезвычайно важно для любой экономики. И что еще говорит о том, что мы вышли не только из рецессии, но перешли в стадию уверенного развития? У нас инвестиции в основной капитал 4,2%. Обратите внимание, я сказал, что рост ВВП 1,6%, а инвестиции в основной капитал 4,2%. Это что значит? Это значит, что вложения в развитие в два раза превышают, даже больше, чем в два раза превышают, то, что достигнуто сейчас. Это значит, что на среднесрочную, даже в ближайшую среднесрочную перспективу дальнейшее развитие уже гарантировано, уже деньги туда вложены в эти проекты. У нас инфляция рекордная, рекордно низкая за всю историю новейшей России. На сегодняшний день год к году 2,5%. Бюджет, дефицит бюджета 2,2%. Я думаю, что будет на самом деле меньше. Поэтому все это говорит о том, что на сегодняшний день идет явное оздоровление и рост экономики. Ответы на вопросы об экономике страны дают понять, что фундаментом следующего президентского срока Путина в случае его победы на грядущих выборах станет развитие внутреннего потребления и рынка страны. Речь идет о высоких технологиях, масштабных промышленных проектах, совершенствовании и логистике. Это касается и Арктики. При этом, как отметил президент, ее освоение должно быть аккуратным и бережным. У нас целая программа выстроенная по развитию Арктики. Здесь важно только, чтобы промышленное освоение Арктики, там основные наши запасы минерального сырья. Но освоение этих запасов минерального сырья должно идти параллельно с заботой о природе, с соблюдением всех требований, которые предъявляются хозяйственной деятельностью в этом очень чувствительном регионе. Это первое. Второе. Обеспечением безопасности и экологической безопасности, и военной безопасности в этом регионе. Ну и, наконец, есть еще одно важное соображение. Нужно никогда не забывать об интересах малых коренных народов Севера. Вот это чрезвычайно важная вещь. Нельзя нарушать их традиционных хозяйственных интересов и так далее. А если что-то неизбежно вступает в противоречие с реализацией крупных общенациональных проектов, безусловно, должны быть представлены меры по компенсации. О неделе ранее Владимир Путин объявил, что будет баллотироваться на пост президентства страны. И все ждали ответа на вопрос, какова цель, что он планирует сделать для России, какой он ее видит в конце президентского срока в случае победы на выборах. Главное, на чем я считаю необходимо сосредоточить внимание и власти, и всего общества, это такие вопросы, как развитие инфраструктуры, если говорить конкретно. Это инфраструктура, здравоохранение, образование, это, как я уже сказал, высокие технологии, повышение производительности труда. И это, без всяких сомнений, все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей. Вот это в самых общих чертах. Но по ходу сегодняшнего разговора, я думаю, мы к этому еще неоднократно вернемся. Решение Владимира Путина пойти на выборы прокомментировал руководитель республики Егор Борисов. Сегодня каждый житель, прежде всего, хочет стабильного развития, уверенности в завтрашний день. И думаю, что из тех кандидатов, которые сегодня, с учетом той работы, которую мы видели в прошлом, прожили за эти годы, все-таки, насколько, возможно, чувствуем эту деятельность, те кандидаты, которые есть, конечно, я думаю, выбор будет в том, что поддержит народ Владимира Владимировича Путина. Ну и в итоге в этом году пресс-конференция длилась больше трех часов, что на час меньше рекорда. Свои вопросы успели задать 55 человек. Премьер-министр Дмитрий Медведев дал старт строительству новой горно-обогатительной фабрики «Наглинская-2» в Нерюнгринском районе. Этот проект реализует компания «Колмар» при поддержке правительства страны. За последнее время компания уже ввела в строй одну фабрику, шахту и два разреза. Как ожидается, через три года все фабрики компании смогут перерабатывать 20 миллионов тонн угля. Это сделает «Колмар» лидером среди российских угольных компаний, которые специализируются на коксующихся углях. А новое производство после завершения строительства создаст 3000 рабочих мест. Хочу поблагодарить и российскую часть, и наших китайских партнеров за успешную работу по созданию горно-обогатительной фабрики. Это оборудование прибыло из Китая. Это одно из самых современных. Давайте попробуем. В каждом деле должен быть символ определенный. Это символ тоже большой работы, которая еще предстоит. Спасибо большое. Между тем, на этой неделе в Совете Федерации прошли Дни Якутии. Начались они с экспозиции, посвященной 385-летию вхождения региона в состав страны. На ней представили историю становления республики, ее настоящие и крупные проекты будущего. Ну а главным моментом Дней Субъекта стали заседания нескольких профильных комитетов Верхней Палаты Парламента с участием представителей Якутии. Также руководитель региона встретился с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Они обсудили вопросы социально-экономического развития Якутии. Я хочу сказать, что Саха Якутия продвинулась серьезно как лично глава республики в рейтингах, так и по целому ряду рейтингов Якутия, если не в числе лидеров, то существенно продвинулась по показателям. И мне очень нравится такой творческий подход руководства в выступлении не только достижения, не только опыт и главы республики, и главы парламента, прозвучал целый ряд предложений, обоснованных, просчитанных, аргументированных, реализация которых необходима не только для вашего региона, но и для других регионов и не только Дальнего Востока. Я хочу пожелать руководителям, всем жителям республики благополучия, новых успехов, всех поздравить с наступающим Новым Годом, чтобы он был еще более успешным и замечательным для всех жителей республики. Еще одно важное событие в Москве федерального уровня – это Дни Дальнего Востока, в которых приняли участие все субъекты макрорегиона. Россияне смогли увидеть перспективы этой части страны. 900 строящихся предприятий готовы принять десятки тысяч специалистов. Для молодежи крупные промышленные предприятия провели ярмарку вакансий. Еще одна возможность переезда на Дальний Восток связана с дальневосточным гектаром. На выставке в экспоцентре все субъекты рассказали о своих регионах, о возможностях реализации бизнес-проектов на земельных участках, которые можно получить бесплатно. Кроме того, на различных площадках жители регионов познакомили москвичей и гостей столицы с культурой своих народов и национальной кухней. Ну а наравне с другими субъектами Дальнего Востока свой регион представила и Якутия. Подробнее о днях Якутии в Москве расскажет Айсена Бурнашова. Торжественное и официальное открытие Дней Якутии в Москве состоялось в экспоцентре на главной сцене. В этот день также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве двух регионов. Разрешите считать соглашение между правительством Республики Сака-Якутия и правительством Москвы в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг? Подписано. В экспоцентре начала свою работу выставка «Тепло. Вечная мерзлоты». Экспозиция Республики презентовала москвичам и гостям столицы наиболее яркие достижения Якутии. Посетителям представили все многообразие северного края – от культуры и традиций до достижений в области экономики и промышленности. Посетители смогли вживую посмотреть на редкие палеонтологические находки и успехи в науке, в виде такой милой клонированной лайки по кличке Керечена. Собравшиеся в экспоцентре также попробовали и национальную кухню и приобрели продукцию Якутии на ярмарке в продаже. Вы что-то уже выбрали, попробовали? Да, я беру оленину и вот что-то мне сейчас еще предложат. Я немного болею, так что запах рыбы не чувствую, но грудинку олениную я, наверное, куплю, пожалуйста, на костей. Также в здании экспоцентра прошло совместное заседание гильдии ювелиров России с представителями ювелирной и гранильной отрасли Якутии. Ключевой момент – выход на внешний рынок, на Китай, Соединенные Штаты и Европу. Группа депутатов собрания Илтумен приняла участие в заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Мы бы хотели, чтобы в налоговом законодательстве, который есть и который будет, все-таки учитывались особенности Республики Саха-Якутия. В рамках Дней Якутии в Совете Федерации была оформлена большая выставка, специально привезенная из республики. Здесь сразу в пяти профильных комитетах прошлись заседания. Руководитель Якутии Егор Борисов выступил с докладом и вручил сенаторам и заместителю председателя Совета Федерации Галине Кареловой юбилейные знаки, 385 лет, Якутия с Россией. Мы за Якутией следим, смотрим, восхищаемся. В то же время мы видим, что проблем еще очень много. Вот дни Якутии в Совете Федерации помогают, эти проблемы ставят. И вот в частности есть одна тема, которую сегодня поднимали. Это развитие доступности, обеспечение доступности и качества медицинской помощи. В Российском государственном архиве социально-политической истории состоялась научная конференция. Прозвучали доклады о перспективах развития Арктики, о модернизации севера и объектах культурного наследия. Также был презентован журнал «Исторический архив», специально выпущенный к юбилейным датам. Наш институт уже в свое время поработал. И мы рады, что наше экспертное заключение получило одобрение руководства республики. И вот сейчас мы имеем это удовольствие видеть здесь якутских коллег, общаться, проводить научные дискуссии. Организуя Дни Республики в Москве, Якутия сумела презентовать свой потенциал во всех сферах. В Московском Доме национальности прошел заключительный этап Всероссийского конкурса ораторского мастерства «Мой русский язык», посвященный столетию со дня рождения поэта Семена Данилова. Конкурс проводился среди школьников 8-х и 9-х классов, обучающихся на родном языке в школах сельской местности. Здесь приняли участие школьники из Татарстана, Чувашской Республики, Башкортостана, Тывы и Якутии. Титул гран-при получила Айжи Тана из Республики Тыва и Артур Хабиров из Башкортостана. Лауреатом конкурса стал ученик 9-го класса Сунтарского политехнического лицея, интерната Альберт Винокуров. В центре Москвы на сцене Российского государственного академического молодежного театра состоялся гала-концерт мастеров искусств Республики. Зрители увидели и услышали прекрасные профессиональные живые выступления артистов от классической музыки до звуков хамуса. Масштабный концерт покорил москвичей и подарил каждому зрителю тепло белого края. О днях Якутии я слышала, но вообще мы по таким концертам всегда ходим, потому что имеем как бы связь с культурой. Когда мы что-то узнаем, когда Якутия приезжает, мы посещаем все. Очень интересно. Потом видите национальные костюмы. Господи, да вон ребята какие красавцы стоят. Мы всем им сказали уру и айхал. Дни Якутии в Москве продолжатся до 17 декабря. За это время каждый житель и гость столицы сможет посетить интересные выставки, презентации и культурные события. НВК Саха, Москва. Тем временем среди дальневосточных субъектов Якутия оказалась в числе лидеров по подаче заявлений и оформлению дальневосточных гектаров. 24 участника программы из почти 7 тысяч подавших заявку уже приступили к освоению полученных земель. Сумма господдержки составила 40 миллионов рублей. По сравнению с другими регионами земли в основном берут якутяне. И пока только 27 жителей из 242 подавших заявления из-за пределов Якутии заключили договоры. Что хотят развивать на своих гектарах участники программы, выясняла Юлия Михайлова. Житель эмисского наслега, индивидуальный предприниматель Егор Константинов, в начале этого года взял 5 гектаров на всю семью в местности, где родился. В будущем это будет настоящее родовое имение. Недавно получил грант Министерства сельского хозяйства на развитие семейной фермы. По бизнес-проекту построить коровник на 50 голов, закупить крыс на 30 голов и в течение 5 лет увеличить до 50 голов. Константиновы, как и многие жители села Булун Амгинского района, оформили коллективную заявку. Взяли гектары на всю семью. По количеству таких заявлений якутяне лидируют на Дальнем Востоке. Уже насчитывается 4,5 тысяч таких заявителей. Самое главное для получателей земельных участков – наличие инфраструктуры. И государство по коллективным заявкам готово строить дороги, подводить лэб, воду. До 2020 года мы рассматриваем все эти территории. Предварительные расчеты по инфраструктуре у нас составляют 573 миллиона. И получается, что финансирование этих работ предусматривается как в государственных программах Республики Саха-Якутия, так и в федеральной целевой программе по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Больше всего якутян привлекают земли центральной Якутии – Амгинского, Нюрбинского, Хангаласского, Мегинокангаласского, Чуропчинского районов и пригородов Якутска. Здесь многие решились заняться сельским хозяйством. Они могут рассчитывать на гранты «Начинающий фермер», на развитие семейных животноводческих ферм, организацию каннибазы. Дополнительно можно получить и якутские гектары. Якутский гектар – это порядка 8 гектаров на голову лошади. И, соответственно, там порядка 10 гектаров, по-моему, на крупный рогатый скот. При этом у нас в 13 районах на сегодня у нас получили 312 гектаров. Это порядка 7500 гектаров. То есть поддержка такая существенная. Виктор Витеско решил выращивать овощи. Его теплица станет, пожалуй, одной из самых северных в стране. Урожай намерен снимать в промышленных объемах. Строительство первой очереди теплицы начнется, как только сойдет снег. Именно такой бизнес, потому что он очень востребован в нашем поселке. У нас действительно очень плохая продукция, особенно овощи. Когда заходишь в магазин и смотришь на то, что лежит на прилавках, просто как-то даже не хочется их покупать и кушать. Но у большинства якутян, участников дальневосточной программы, пока на первом месте значится строительство дома или обустройство дачи. Есть и те, кто еще не определился, как будет распоряжаться землей. У нас очень интересная природа. Соответственно, здесь можно развивать и событийный туризм, и экстремальный туризм, какой хочешь туризм. Можно заинтересовать их организацией охотничьего бизнеса. Граждане могут же организовать такие туры по отстрелу тех же волков и платить за это деньги, а не мы наборы, как бы оплачивать эти деньги. То есть это же все просто нужно организовать. Соответственно, мы будем привлекать его не только природой такими, но еще и такими проектами. На развитие сельского хозяйства в Якутии участникам программы «Дальневосточный гектар» уже выделено порядка 40 миллионов рублей. Осваивать дальневосточные земли могут все желающие граждане страны. Определиться с видом использования земли можно через год. На портале на дальневосток.рф можно получить всю исчерпывающую информацию от подачи заявки до готового бизнес-плана. И, как говорится, было бы желание. Юлия Михайлова, Андрей Секритов, Владимир Таюрский, телестудия «Алмазный край». Якутия. День за днем. Я напомню, вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Далее мы поговорим вот о чем. Безопасность в пути. После крупного ДТП на трассе Колыма в Якутии начались массовые проверки межрайонных такси. Как реагируют на них лицензированные перевозчики, кто пытался организовать забастовку таксистов. Доступное предпринимательство, Центр занятости населения Якутска, помогает людям с инвалидностью организовать свой бизнес. Среди востребованных направлений – оказание услуг и прикладное творчество. Вкусный и проверенный продукт в преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор продолжает проверять качество продуктов, востребованных на новогодних столах, как правильно выбрать овощи и фрукты, и куда обращаться при неудачной покупке. Ну, об этом сразу после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. И вновь в эфире итоговая программа «Якутия. День за днем». И мы продолжаем говорить о главных событиях уходящей недели и не только. Всю республику в конце прошлой недели потрясла новость о дорожно-транспортном происшествии на трассе Колыма. В нем, в ней, напомню, погибло 9 человек. В понедельник в регионе объявили днем траура. В этот день в столице и других районах, в том числе и в Татинском, откуда были родом все жертвы автокатастрофы, якутияне почтили память погибших. До позднего вечера люди несли свечи и цветы к памятному стенду. Вместе с тем, в связи с трагедией, на дорогах усилили контроль за пассажирскими перевозками. В частности, под особое внимание попали междугородние таксисты. Подробнее об этом расскажет Серглана Захарова. Канун Нового года, конец рабочей недели, и 10 человек с разных уголков столицы садятся в междугородние такси в предвкушении будущих выходных в кругу близких и родных людей. Наталья Охотина после работы собиралась в родной поселок. Коллеги, сотрудники библиотеки для слепых сегодня вспоминают, что она впервые никого не предупредила о поездке. Активная, целеустремленная, полная жизни и идей. Такое ее запомнили. Журналист по профессии. Она устроилась к ним на работу в 2009 году. Самостоятельно за короткие сроки Наталья выучила шрифт Брайля и начала печатать на нем целые статьи и произведения якутских авторов. Чтобы больше краеведческого характера на якутском языке, чтобы книги вышли по системе Брайля. Вот это у нее всегда стояло на первом месте. Чтобы больше наши читатели знали наших читателей в республике. Два дня до 35-летия оставалось Егору Большакову, организатору популярных в Якутии экстрим-гонок Хар Аян. Перед тем, заполученным вечером, он приехал в столицу за новой машиной. Его друзья вспоминают, что он всегда отличался доброжелательностью и позитивом. Был настоящим патриотом своей малой родины. Еще в студенчестве мечтал стать главой родного Улуса. Таким человеком, организатором, хотел, говорил всегда, хотел стать, шутя, главой Татинского Улуса. Хотел стать, говорил всегда. 8 декабря, около 9 часов вечера, недалеко от поселка Нижний Бестях, УАЗ пассажирами выезжает на встречную полосу, где в это время едет КАМАЗ. Он возвращался с Татты после выполнения заказа по доставке груза. О силе удара лоб в лоб можно судить по искореженным авто. Сразу после столкновения УАЗ начал гореть. Видео с ДТП моментально распространилось по соцсетям. Однако еще несколько часов вся республика с одраганием ожидала вести о состоянии здоровья участников происшествия. Вскоре появилась информация о двоих выживших. И в срочном порядке госпитализировали в районную больницу Мегина Конгаласского района. На днях одному из пострадавших сделали операцию. И второй пассажир тоже в скором времени будет прооперирован. В связи с тем, что из-за травм они нетранспортабельны. Это переломы нижних конечностей и другие травмы. Состояние средней тяжести стабильное и улучшается. Что же касается водителя грузовой машины, то 11 числа его привезли в Якутск, в республиканскую больницу номер 2. Один из пострадавших, который был наиболее тяжелым, мы его 11 числа перевели в республиканскую больницу номер 2. Сделана операция в Чересторисовом отделении. В связи с трагедией на дорогах усилили контроль за пассажирскими перевозками. Под особое внимание подпали междугородние такси. Тем временем в мессенджерах появилась информация о забастовке водителей. Мы нашли распространителей сообщения. Оказалось, что это вполне легальные таксисты, которые работают по Вилюйскому и Аймяконскому направлениям. Они рассказали, что именно их побудило выступить с таким заявлением. Вот нынче с нас начали требовать тахографы, по которым водитель в обязательном порядке каждые три часа должен отдыхать. Но на наших дорогах, где я работаю, никаких мест для этого нет. К примеру, в моем направлении на протяжении 600 километров, кроме заправки, ничего нет. Мы устали от того, что все эти надзорные и карающие органы проверяют только нас и придираются ко всему. Когда эти ин-драйверисты продолжают спокойно ездить и красть наших клиентов. В свою очередь в управлении ГИБДД говорят, что проверку ведут по всем требованиям, которые предъявлялись к ним и до происшествия. За вчерашние сутки, например, у нас выявлено уже более 80 правонарушений именно в сфере пассажирских перевозок. Это выявляются такие нарушения, как несение изменений в конструкцию управления транспортным средством. Также перевозка пассажиров с нарушением правил дорожного движения без ремней и безопасности. В то же время перевозка детей без специальных удерживающих устройств. В гостях надзоре и в федеральной структуре по автодорожному надзору нам сообщили, что получить лицензию на перевозки не составляет особого труда. Максимальное оформление займет всего две недели. Другое дело установить обязательный тахограф. На сегодня им оснащены всего 30% всех перевозчиков. Тахограф один поставить, это порядка 50 тысяч рублей. И поэтому многие уходят, им дешевле заплатить штраф, как они говорят. Штраф всего лишь тысяча рублей. Возможно, если законодательством потом предусмотрят увеличившись у нас штрафа, то уже, естественно, по-другому они к этому и будут относиться. Но с другой стороны, при наших климатических условиях не все требования закона возможны на практике. Тахограф предусматривает обязательную остановку на отдых через каждые три часа. Однако не всякий водитель в зимнее время рискнет заглушать машину с риском, больше не завестись. Что же касается забастовки, то дальше сообщений и призывов дело не пошло. Таксомоторные службы продолжают работать в обычном режиме. Несмотря на недовольство участников дорожного движения, статистика неумолима. В этом году в республике произошло больше 900 дорожно-транспортных происшествий. Почти половина приходится на столицу. Показатели летальных исходов тоже не утешают. 96 человек погибли на дорогах за 11 месяцев 2017 года. По статистике аварии на федеральных дорогах Колыма находится в лидерах печального рейтинга. Сарглана Захарова, Евгений Тайтонов, Виталий Абрамов, Георгий Григорьев. Якутия. День за днем. Мы продолжаем. В конце года услуги Росреестра по приему и выдаче документов будут предоставлять в МФЦМа и документы. Передача полномочий связана с повышением качества услуг. Прием заявлений филиалы Росреестра во всех районах республики закончится 25 декабря. За исключением села Майя и города Тамот. В Якутске заявления перестанут принимать 27 декабря. Значительно упрощается процедура получения государственных услуг. Для граждан не требуется посещение различных ведомств. Достаточно сдать документы в одном месте и получить результат государственных услуг. Несомненным плюсом также является комфортность и доступность предоставляемых услуг для населения, поскольку офис МФЦ присутствует во всех районах республики. Проблемы со здоровьем не помеха для реализации своего дела, а помогает заняться бизнесом Центр занятости населения. Программа помогает людям с ограниченными возможностями здоровья открыть свое дело. О своем успешном опыте они рассказали нашему корреспонденту Сергею Ланне Федоровой. Экономист со стажем работы 25 лет Надежда Кузьмина два года назад по состоянию здоровья осталась без работы. Ее дети после окончания учебных заведений не смогли найти работу, но многодетная семья нашла выход из этой ситуации. Год назад Надежда решила превратить семейное хобби в рентабельный бизнес. Открыла отелье по ремонту и пошиву меховых изделий. И вовлекла в это дело всю семью и друзей. Открыть отелье Надежде помогли коллеги-мастера с уже наработанным опытом и умением работать. Половину средств на организацию бизнеса выделил Центр занятости населения Якутска. Руководством мастера с опытом работы 20 лет, мастера бывшего моего коллегии, работают мои дети. Заказы есть. То, что сделано своими руками, нашими мастерами, с любовью, сегодня, когда наши морозы родные наступили, очень нужны нашим жителям. Сын Надежды Дмитрий – потомственный мастер-прикладник. Занимается касторизным делом, которое приносит доходы. Дмитрий планирует создать цех народных промыслов. Сам закончил Якутское глобственное училище. В основном делаю из рога лося и из бивня мамонта. Делаю вот такие вот украшения. Это автоберег, машину. Идеи и молодой задор ходят следом по пятам. Для расширения бизнеса работники организации провели работу по привлечению льготного займа в фонда поддержки предпринимательства. Они уверены, что при правильном применении государственной поддержки начинающих предпринимателей смогут реализовать все планы. На днях в Центре занятости населения Якутска состоялся день открытых дверей для граждан с ограниченными возможностями здоровья, которые желают организовать предпринимательскую деятельность. Об успешном опыте предпринимательства рассказали предприниматели с инвалидностью, создавшие свое дело в рамках государственной услуги по содействию самозанятости. Павел Данилов год назад решил открыть свое дело. С выбором сферы деятельности он определился сразу – производство здорового питания. Сегодня у него небольшой бизнес по производству детского и спортивного питания. Одновременно Павел работает технологом мясного направления в одном из гипермаркетов столицы. Мы сотрудничаем с детскими садами некоторыми, со школами и запускаем. Идет у нас сейчас работа над линейкой правильного питания для города Якутска. То есть мы будем запускаться после Нового года, ожидаемо в конце февраля будет у нас своя доставка. Сегодня в Центре занятости на учете состоит 42 человека с инвалидностью. Из обратившихся за помощью в поисках работы более 300 человек, большинство трудоустроены. А собственное дело открыли 9 человек. Одно из ключевых условий участия в программе – быть зарегистрированным безработным. Нужно представить бизнес-план и успешно его защитить. Проходит тестирование на готовность к предпринимательской деятельности. Проходит на обучение по курсам основам предпринимательской деятельности. Хотя с 1 июля сумма немножечко изменилась. Она составляет 150 тысяч на открытие своего дела и 2 тысячи на покрытие расходов. Получив финансовую помощь от Центра занятости, Никита Черноградский приобрел различные станки. И открыл мастерскую по изготовлению и ремонту мягкой и корпусной мебели. Я инвалид третьей группы по слуху. Я в этом году закончил Новосибирске. Это декоративно-прикладное искусство, рыба по дереву. Это ремонт мебели и красивые скотулки. Герои нашего сюжета доказывают, что люди с ограниченными возможностями здоровья могут полноценно участвовать в жизни общества. Порой становясь примером для подражания. А программы самозанятости помогают им обрести уверенность. Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, Георгий Григорьев. Якутия. День за днем. В ближайшем будущем оплачивать проезд в автобусах Якутска можно будет виртуально. Айти-компания разрабатывает мобильное приложение «Транспортная карта Якутии». К нему можно будет привязать любую транспортную карту, пополнить ее счет, сделать выписку, поставить уведомление о снижении остатка на карте. Мобильное приложение уже доступно в App Store и Google Маркете. Также заканчивается разработка мобильного приложения под виртуальную карту и карту с онлайн-пополнением счета. Работу планируют закончить до конца декабря и запустить приложение в начале 2018 года. Теперь мы можем реализовать оплату не только транспортными картами, проездными билетами, но также можем оплачивать с помощью обыкновенных банковских карт с использованием бесконтактных технологий, такие как ПВ и Пайпас, оплачивать картами виртуальными. У нас в ближайшее будущее появится так называемая виртуальная карта. Оплачивать можно будет с помощью QR-кода, либо с телефона, который имеет NFC-интерфейс. И последнее. Во время новогодних праздников увеличивается риск отравлений продуктами питания. В частности, это фрукты и овощи. Но без них новогодний стол невозможно представить. Как минимум, это мандарины, которые не меньше елки ассоциируются с Новым годом. Не стоит забывать и про овощи в салаты. Но насколько качественны и безопасны овощи и фрукты в Якутске? Кто за этим следит? Куда обращаться при неудачной покупке? И как сами продавцы советуют покупать качественный товар? Ответы на эти вопросы в преддверии новогодних праздников искала Марьяна Кутукова. С виду обычный кулинарный процесс. Но это подготовка овощей для исследования на нитраты и пестициды. Безопасность и качество продуктов проверяют в лаборатории Роспотребнадзора. Ежегодно здесь исследуют 500 проб овощей и фруктов. Проверки проводят как планово, так и по обращениям граждан. Это проводится исследование на санитарно-химические, на токсикологические исследования, вирусологические исследования и микробиологические исследования. У нас по санитарно-химическим показателям та продукция, которая у нас реализуется на территории республики, на сегодняшний день она соответствует требованиям технических регламентов. Несвежий вид насекомой и их следы в овощах и фруктах, а также сопроводительные документы проверяют уже другие сотрудники Роспотребнадзора. Но инспектора имеют право досматривать поступивший товар только после извещения предпринимателя. Как товар получаю, сразу сам позвоню, приезжаю, досматриваю, посмотрю, с другом посмотрю, откуда проверяют, досматриваю. Как часто это бывает? Как часто получаете товар? Ну, как товар получаю, сразу позвоню. Ну, получаю товар, как продадим. Откуда обычно заказываете? По сезонам. Сейчас в Новосибирске получаем, а в летом из родины, из Узбекистана, из Кыргызстана. В этом году всего зарегистрировано 15 случаев выявления карантинного объекта. Калифорнийская шутовка, которые обнаружены в плодах свежих яблок, персиках, нектаринах и абрикосах. В случае, если попалась продукция с признаками заражения вредителями, необходимо обращаться в управление Роспотребнадзора, который находится по адресу город Якутс, проспект Ленина 3, дробь 1, кабинет 726. Получается, что из-за законов, дающих послабление предпринимателям, полной гарантии качества товара все же нет. Все зависит от ответственности предпринимателей, а также бдительности самих покупателей. Я обычно зимой не беру овощи, фрукты на рынках. У нас домашняя засолка, поэтому я обычно заготовки делаю на зиму. Поэтому свежие по качеству. Не вызываю доверие. Я живу в Момском районе. К нам привозят практически все виды овощей и фруктов. Качество бывает разным. Особо на это не обращаем внимания. Покупаем вынужденно, так как живем в отдаленном районе. Сегодня импортные овощи и фрукты в основном завозят из Китая, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, отечественной из Иркутской области и Краснодарского края. По словам продавцов, новогодние праздники особой популярностью, конечно же, пользуются мандарины. Я товар предлагаю то, что мне нравится. А то, что мне не нравится, бывает у меня на витрине даже пропадает. Я не умею их предлагать. Вот эти листовые мандарины, мне они больше нравятся. Крупные, крупные, не мелкие. Но и мелкие вкусные, но крупные сочные. А как определить то, что мандарин сочный? Когда тонкая, шкуркая и мягкий мандарин, он сочный. Посмотрите, они же, когда вот так мягкие, они вкусные. А вот эти пошли сейчас, аргентина, мандарина, они тоже вкусные, они даже ароматнее, чем те. Но почему-то покупатели предпочитают те листовые все равно. Тщательный выбор продуктов – залог успешной покупки. И самое главное, по словам сотрудников Роспотребнадзора, это мытье овощей и фруктов. Мыть их стоит горячей водой при температуре 40-60 градусов. Также необходимо обрабатывать щеткой. Марьяна Кутукова, Владимир Таюрский, Гаврил Дичков. Якутия. День за днем. Такое мы запомним уходящую неделю. О том, что будет дальше, вы узнаете из выпусков новостей на нашем канале. А через неделю мы вновь встретимся и расскажем о главных событиях. Я, Павел Танин, на этом с вами прощаюсь. Доброго вам вечера, хороших выходных. И до встречи на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»!